Мы сейчас понимаем, если и одна, и вторая дорога будет платная, то улица Хуторская, в которой я там, непосредственно у меня там находится приемная, и там живут люди мои, избиратели, они там доживают, они просто не живут, а доживают. И поэтому сегодня возник вопрос, подождите, ребят, мы им выделяем землю, город выделяет землю бесплатно, мы не продаем землю, мы не даем им в аренду, и они там будут строить свой бизнес. В чем выгода города? Если бы город получил выгоду в том, что не будет ни одна машина, больший груз не будет проезжать через городские дороги, окей, мы бы сейчас пожали друг другу руки, выделили бы землю и все, но нам ответили, что это будет платная дорога. Поэтому и было сегодня решение пока отодвинуть этот вопрос, не принимать этот вопрос. Мы согласны выделять землю, мы согласны, чтобы там была дорога, только дайте нам понимание, как, будет ли это платная, бесплатная, через сколько вы ее построите. Допустим, Евротерминал уже дал четкие границы, когда они начнут, когда они построят, и когда эта дорога будет эксплуатироваться Евротерминалом, непосредственно машины смогут заезжать туда. Я правильно понимаю, что дорога будет платной, то это не факт, что ваш груз не придет из этих дорог, в том числе из Катерской? Ну, для меня логически, я понимаю, да, если бы я была собственником большегруза, и я могла бы заехать в порт по другой дороге, не платя дань кому-либо, ну, поверьте, я бы, наверное, тоже сэкономила этих 200, 300, 500 гривен, или там 17 долларов, кто как берет оплату, и я бы, наверное, заплатила и объехала бы через город. Хотя на Хуторской мы все прекрасно знаем, что есть знаки, на знаки никто внимания не обращает, полиция, вот было недавно у нас еще одна акция была, полиция вообще не приехала. Я знаю, что вы входите в эту комиссию, так? Да, конечно. И местные жители, я знаю, что они сказали, что дорогих знаков часто взрывают, и им не хватает этих обмеживаний дорогих знаков, что там широкий, 30 км, или школы, особенно на обездной дороге, и что им не хватает лежачих в полицейске. Смотрите, я, допустим, я вот как дорогой строитель, я понимаю, что такое лежачий полицейский. Лежачий полицейский, когда он находится на проездной дороге, по которой едет фура, когда она груженная, еще грохота такого не будет. Но когда идет полупустой полуприцеп, и этот грохот стоит не только в лежащих домах, но еще и на соседних улицах, это первое. Второе, таким образом дороги городские еще больше будут разбиваться. Если бы это был просто общественный транспорт, маленькие машины, то на дорогу никакого влияния не имеют. А вот лежачие полицейские, я лично против лежачих полицейских, чтобы они находились на улице Хуторской. Должны быть знаки. Знаки есть. И мы постоянно следим. Да, бывает такое, что знаки срывают, но постоянно, как только где-то пропадает знак, мне звонят в приемную, я звоню сразу же в СМЭП, и мы вот таким вот образом быстренько восстанавливаем знаки. За последний год мы трижды восстанавливали знаки. То есть еще год не закончился, мы уже три раза восстанавливали знаки.